Священников мы видим в храме, слушаем их проповеди, просим совета в трудных ситуациях. А что у них в душе, когда они молятся за нас, когда выслушивают наши исповеди? Какие они в обычной жизни? О чем думают, о чем переживают, о чем мечтают? Протерей Леонид Константинов – коренной белгородец. Проповедник, автор нескольких книг, бесчисленных научно-богословских публикаций, признанный знаток в различных областях, но особенно в истории, отечественной, мировой, церковной, а также музыке и литературе. Я пел старый репертуар Леонида Утесова. Это мой любимый певец. Его альбомы у меня, они все двойные. Но это не вся коллекция. Вся коллекция у меня дома. Он гордился тем, что вот его не забывают. И тот фильм первый, который он сделал «Веселые ребята», он с юмором позднее уже прошли десятилетия. А он пел «Товарищ, не помнишь веселых ребят? Их песни еще раз спевают, а новые песни едва прозвучат, и след их вдали пропадает». Точно. А сенатор? Да, я сенатор не взял. Я взял Поворотти, Роберти Нолоретти, Марио Ланце, Хосе Карераса. Это прекрасная итальянская музыка, ныне тоже, к сожалению, забытая. Но вот это собирание коллекции посвящаю уже лет 45. У меня очень много винилов в свое время было. Владыка всегда это подчеркивает. У отца Леонида была самая большая коллекция виниловых пластинок «Битлз». Да, это правда. Сейчас дома поете? Бывает такое настроение? Да, как вам сказать. У меня много критиков по этому поводу дома, которые терпеть не могут эти вещи. Никола и Асавовский собор, в котором уже почти 40 лет служит отец Леонид, ведет свою историю с 1799 года. Сначала это была свято-никольская кладбищенская часовня. Затем усердием белгородских купцов пристроили трапезную, расширили алтарь. Когда закрыли в городе Преображенский собор, Никольская церковь стала именоваться Иосафовским кафедральным собором. А с 90-го года прошлого столетия это Никола и Асавовский собор. Отец Леонид может бесконечно рассказывать о соборе и его святынях. Уже в последний год своей жизни святитель Иосаф, он прожил мало, 49 лет, 3 месяца и 2 дня. Уже незадолго до своей кончины он обрел эту икону на Украине, на Песках, был такой район. Он в сорном месте, склад угля был в притворе, икона была вся грязная. Он долго стоял, перед ней плакал, молился, а потом сказал, «Прости, Царица Небесная, небрежение служителей твоих». Эта икона прославилась тем, что в период Первой мировой войны она была на фронтах, и наши солдатики в те дни, когда Царица Небесная пребывала с ними в этой иконе, брали в плен десятки тысяч австрийцев и немцев. И она неразрывно связана со святителем Иосафом. Вот его мощи. Это гробница святителя Иосафа, а это прижизненный портрет святителя Иосафа, епископа Белгородского. Здесь, в нашем алтаре, хранятся части облачения святителю Иосафа, его подсаккосник, вот он перед нами, епитрахиль и палица. Наш владыка, митрополит Иоанн, всегда, когда совершает богослужения в нашем храме, облачается в эти святительские одежды. Иосафа, епископа Белгородского. Служба Божественной Литургии, за которой преломляется тело Христово, изливается его святая кровь, это общение с Богом, это ощущение его величайшей любви к нам и своего личного, собственного недостоинства предстоять престолу Божию. Ради Божественной Литургии, Иоанн Златоуст говорит, и существует этот грешный мир, и если бы сегодня прекратилась Литургия, то завтра настал бы конец света. Я помню Белгород совершенно разбитым, разрушенным. Помню кинотеатр «Родина», мы туда бегали мальчишками Чапаева смотреть. Сейчас от этого кинотеатра не осталось и следа. Он стоял напротив памятника Богдану Хмельницкому. Помню, как открылась Победа, там все рекорды. Побил фильм «Человек-амфибия» мальчишки. По 15-20 раз смотрели его. Мама водила меня в крестово-звиженский храм освящать куличи, тоже отлично помню. Господь привел меня служить в этом храме сперва дьяконом больше года, а потом два года и священником. У вас семья воцерковленная была? Родителей нет, совершенно нет. Мама ходила иногда в церковь с бабушкой, меня водила. Но я не думаю, что они были воцерковленные, вот так как прихожане постоянно какого-нибудь храма. Я помню, что бабушка водила меня в Преображенский собор причащаться перед школой. Вот один раз в году. Ну, воцерковленная или не воцерковленная, я не знаю. А как же вы пришли в церковь? Я пришел в церковь благодаря знакомству с духовенством, с отцом Иваном, ныне покойным, с благодарностью всегда молюсь за него, со знакомством в то время архиепископом курским и белгородским, хризостомом, ныне еще здравствующий, митрополит Виленский на покое. И самое главное, в мою жизнь вошел тогда архимандрит Серафим Тяпочкин. Знакомство с ним привело меня к сану, потому что он благословил меня на принятие сана. Вообще, каждая встреча с отцом Серафимом для меня осень или зима была пасхальной радостью. Я не могу это передать. Он обнимет, прижмет головой к своей голове. И хочется рассказать ему то, что ты никогда не рассказывал даже своим родителям. А он иногда скажет, ну, деточка, теперь иди туда вот в уголок и приложись к маленькой стопочке. А там был оттиск, был от ноги Пресвятой Богородицы. Я всегда, когда проходил в этот угол, боялся что-то задеть, чтобы не скомпрометировать ни себя, ни тем более отца Серафима. Но он отвечал на все только любовью. Я ни у кого больше не видел такой любви, как у архимандрита Серафима Тяпочкина. Я думаю, что его канонизация предстоящая – это просто вопрос времени. Он святой человек. Он находится у Господа. И те паломники, которые молятся на его могилочке и получают просимое – это и доказательство того, что он на небесах. Ну да, такое благословение у вас на священство, да? От самого отца Серафима Тяпочкина. Господи Божий наш, и уже держава, несказанная слава, несказанная слава, несказанная слава, несказанная слава, что он не имеет безмерия человека, что он не виноват. Как призыв, но мы на цепи трамвоза, и святы с нами, и на кочке, со с нами, как вы меня все твоеще ворусами. В детстве больше всего признателен Мария Ивановна, которая научила меня читать, писать, считать в первом классе. А уже когда учился в 14-й школе, кстати, в школу я ходить не любил, но у меня осталось в памяти очень теплое отношение Пётра Семеновича Седых, русской литературы. Он привил мне любовь к русской литературе, и Евдокия Ивановна Немцева, она преподавала историю и снабжала меня часто литературой, которая не входила в программу. Я ей за это благодарен. Именно она привила меня любовь к истории. Преподавал историю 25 лет в нашем семинаре, да и в теологическом. Я думаю, что любовь к истории дает не диплом, а Господь. Если искорка любви есть в сердце человека, то будешь заниматься этим каждый день. И всегда будешь чувствовать, что ты еще только в начале пути, что ты еще ничего не знаешь. Мое любимое время с занятиями историей с 9 вечера до 12, когда все замолкает, все тихо, я могу спокойно в себя в келье поработать с какой-то исторической книгой или документом. По этому поводу я написал и много докладов по благословению нашего Владыки Иоанна, выпустил несколько книг. Они все имеют исторический характер. Там и Наполеон Бонапарт, Италий Иран, и Александр Сергеевич Пушкин. Очень много статей посвящено Великой Отечественной войне. Мне 30 лет, сейчас скажу, с 92-го года я сотрудничаю с нашей областной газетой «Белгородская правда». Каждый месяц даю туда репортажи, календари. Иногда большие бывают статьи. И в то время, когда я начал свою работу в редакциях, еще одна редакция просила меня давать репортажи. Газета называлась «Ленинская смена». Вот как ни парадокс. Ну, а венбатюшка мне сказал, ну что же, отец Ленин, ты в таких вот газетах, они чуть ли не атеистические, а ты вот там свои проповеди там. Я говорю, ну, послушай, дорогой, ну, если святые летали на бесах в Иерусалим, то почему мы, священники, не можем использовать какой-то антирелигиозный рупор для проповеди Господа Иисуса Христа? Песня «Ленинская смена» Это пастырь, во-первых, который сейчас вот настоящий, истинный, строгий, ну, справедливый, и поможет, когда нужно, и советом, и делом. И, ну, для меня он хороший очень человек, главное, духовно, высокий, духовный. Как он венчал, как он отпевал. Если он венчал, то эта пара обязательно потом приходила в храм, становились его прихожанами. Когда отец Леонид проповедовал, то люди стояли просто и все, каждое его слово впитывали, внимали. И действительно человек несет словом Божьим веру. Спасибо Господи. Настоящая платежка, которая должен быть. В армию попал в Амурскую область в декабре, 40 градусов мороза. Тут рядом Китай. Были постоянные конфликты, и особенно на острове Даманский были даже жертвы с обеих сторон. Мы все это пережили. И, слава Богу, что и армия была в моей жизни. Господь послал мне прекрасного армейского друга, который меня все время поддерживал. Он мне тогда подарил иконочку Господа Иисуса Христа, которую я носил в кармане рядом с комсомольским значком. А после армии вместе с другом пошли повидать мир на флот. Три года бороздили моря, океаны. Я изъездил весь Дальний Восток, Камчатку, Чукотку. Четыре раза в Японии был, в Канаде. Но я в душе не моряк. Я всегда меня тянуло на берег. Поэтому я отдал морю только три года своей жизни. Там же и женился. Оттуда привез и жену, и дочку. Позднее родился сын. Виталий сейчас он священник. Служит в Смоленском соборе. Сколько у вас детей? Двое. На восемь внуков. Восемь внуков? Да. А один из них сказал мне, дед, ты старомодный. Ты вообще любишь отеоса. Что это такое? А второй сказал, дед, сейчас он служит в армии. Почему ты так не любишь интернет? Ты живешь в каменном веке. И я говорю, ну, Ваня, понимаешь, дело в том, что у меня в голове интернет. Он мне абсолютно не нужен. Судя по тому, как вы вспомнили всех своих учителей, как кого зовут, все фамилии, это действительно интернет в голове. Спасибо вам. Это видеозапись сделана чуть более трех лет назад, когда отец Леонид отмечал свое 70-летие. Помолиться вместе с ним за божественной литургией в этот день приехали друзья, священники со всей области. Возглавил богослужение митрополит Белгородский Староскольский Иоанн. Мы собрались еще и для того, чтобы поздравить в протеерее Леонида Константинова, который известен не только в нашей епархии, но и за ее пределами, как историк церкви, как публицист. Своими проповедями он восхищал наших патриархов и государственных деятелей, президентов. Ощущение очень большого волнения, когда говоришь при патриархе. Я говорил проповедь и на Прохоровском поле, вот здесь вот Алексей II благословляет меня именно в Прохоровке сказать проповедь и всегда получал очень теплые благодарности и от Алексея II, и от святейшего патриарха Кирилла, дорогой отец Леонид. Сердечно благодарю вас, и обо мне так хорошо сказали. Ну, слава Богу, это дороже всех медалей и орденов, такая отцовская похвала святейшего. Да, говорил проповеди, было это и в Успенском соборе Кремля, где короновались все русские цари, начиная от Иоанна Грозного и заканчивая Николаем II, и в храме Христа Спасителя. В 2002 году, в 2012 году в Успенском соборе, в 2014 году снова в храме Христа Спасителя. Ну, а при Алексее II и в Преображенском соборе в 1991 году, когда он привез мощи, я отлично помню, и в Прохоровке. Это незабываемые впечатления и незабываемые минуты, память о которых бережно сохраняешь в своем сердце всю жизнь. Что огорчает, что радует? Когда читаешь Евангелие, написано, что будут моры и глады по местам. Ну вот, моры уже начались. Я думаю, что если бы большинство людей обратилось ко Христу, то все это прекратилось бы по мановению какой-то волшебной палочки. Но когда смотришь, когда в нашем храме вечером 5-6 пожилых людей, от этого становится грустно. Я думаю, что сегодня очень много зависит от нас, священников, от нашего такта, от нашей молитвы, от нашего усердия в проповеди Евангелия. Потому что апостол Павел говорит нам «Горе мне, ащене, благовествую». Потрясающие слова. Я бы даже сказал, угроза. Поэтому каждый священнослужитель, прежде всего, его святая обязанность – служить и проповедовать Слово Божие. Христос сказал ученикам, а через них и всем нам, «Посылай вас на проповедь, даже до края земли». То есть он не сказал, идите к галлам, скифам, славянам, а по всему миру проповедуйте. Благую весть. Пришествие Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что время наше сокращается. Хочешь, не хочешь, придется встретиться с той таинственной минутой, ни для кого нежеланной, но для всех неизбежной, когда душа переходит в другой мир. Апостол Павел говорит, «Надлежит каждому человеку один раз умереть, а потом суд». Вот страшишься этого, что все-таки Господь не прокурор, Он не будет перечислять наши грехи. Он будет судить нас за пренебрежение временем, оно тебе отпущено, это дар Божий, а ты ничего не сделал для этого, для спасения своей души. И, я думаю, Он будет судить еще за пренебрежение голговской жертвой. Жертва уже принесена. Бог уже стал человеком, жил среди людей, пострадал, умер на кресте, воскрес в третий день по Писанию, создал церковь, этот корабль спасения. Войди в ограду церкви, причащайся, пока еще есть время, оно неумолимо сокращается. Помни о смерти, но все равно мы живем на этой земле, и в нашей жизни есть радость. Да и вы человек-то с юмором. Ну, с юмором. Я вот недавно говорил, что 15 марта, сразу три даты. Первая для меня, это явление иконы Матери Божией, державная, 15 марта 1917 года. Это духовное явление. Второе, историческое. 15 марта 1944 года до нашей эры в Сенате был убит Юлий Цезарь. И, наконец, третья дата, 15 марта 1981 года, я был рукоположен в освященника. Вот такая скромность. Радует общение с Богом в божественной литургии. Я очень люблю служить литургию. Всегда чувствую глубокое удовлетворение от проповеди, с которой я обращаюсь к народу. А в миру меня радуют мои внуки. Вот они такие баловные были очень. Ваня, Коля. Я их ставил на колени, правой стопой становился на Ваню, левой на Колю и говорил на Аспиде и Василиска наступивший. И попережь любая земля. Любил их пугать. Такое воспитание. Да. Их восемь человек. Слава Богу, они хорошие. Вспоминаем о Чикарье, Тихий говор, звонок и смех, А Россия страна Болгария, А Россия лучше всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова